МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Богдан Бобылев. Евгения, Богдан, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодняшняя тема наша, она очень интересна. В первую очередь заканчивается учебный год, впереди экзамены. И часть из них только предстоит, какая-то часть уже подготовка к ним прошла. И в Приморском крае прошли прослушивания в ГИТИС. Эти прослушивания проходили онлайн. Так? И помогала во всем этом компания МТС. Евгения, первый вопрос к вам. Компания МТС, прослушивание в ГИТИС, как это связано? Да, Юль, актуальный вопрос. Но мы сейчас все попали в такую новую реальность, когда очень многие сервисы мы получаем онлайн. Это данность этого времени. И, безусловно, МТС, как высокотехнологичная компания, является платформенным решением для очень многих направлений. Одним из таких направлений является творческо-благотворительный проект «Поколение М». По сути, это платформа, на которой мы даем возможность творческим ребятам развивать свой потенциал. В этом году, с учетом тех ограничений, которые нам подкинула судьба, мы решили помочь нашим потенциальным будущим актерам пройти первый этап прослушивания в ГИТИС. И организовали это при участии педагогов ведущего вуза страны в онлайн-режиме. То есть, по сути, сотовый оператор, мобильный оператор, он выступил такой некой площадкой для ребят, для того, чтобы они могли себя реализовать, помочь им пройти эти прослушивания и в последующем, возможно, даже поступить. Да, это для нас тоже был новый опыт. Мы много проводим онлайн-мероприятий, как вы понимаете, по роду своей деятельности. Организация именно онлайн-прослушивания был новый опыт и для нас, и для педагогов ГИТИС. Достаточно серьезная была нагрузка, прослушивания шли два дня, и педагог стойко это все выдержал. Но, тем не менее, я считаю, что опыт очень успешный. Богдан ярко этому подтверждение. Уникальная возможность этого прослушивания в том, что, как вы знаете, конкурс в актерские вузы очень высокий. И затраты для родителей на даже первый этап прослушивания с такой воронкой поступления, это существенное, так скажем, ограничение для многих. Многим просто нет такой возможности прилететь. Вот через наш проект «Поколение М» мы эту дистанцию сократили и дали возможность всем желающим, кто был готов представить свое мастерство педагогу, участвовать в отборе. То есть это такой творческий, глобальный проект? Да, проект очень глобальный. Он касается не только актерства. «Поколение М» поддерживает очень много направлений. Мы сотрудничаем с мастерами из разных очень индустрий. Это и голоса мы развиваем, наших талантов, которые хотели бы связать свою судьбу с пением. Полина Гагарина, наш мастер. Мы работаем с фэшн-индустрией. Юля Далакян со своим модельным домом поддерживает наш проект. Мы поддерживаем ребят, которые хотели бы заниматься мультипликацией, тоже в партнерстве с Мельницей, например, и с Мишарики, наши партнеры по этому направлению. Яралаш, наш партнер. Безусловно, очень крупная такая ветка – это Третьяковская галерея, художники. Очень большое направление – это развитие фото. Это и документальная фото-журналистика, и творческая. Поэтому направлений много. И робототехника, и блогеры, и диджеи. То есть, если ребенок хочет, он может развиваться в любом направлении. Я знаю, что есть еще какая-то составляющая благотворительная во всем этом проекте. Да, проект благотворительный. Он, наверное, я бы сказала, благотворительный с двух сторон. Одно из направлений нашей задачи – это именно социальный лифт, предоставление возможности вне зависимости от географии проживания ребенка развивать свои таланты. Потому что не секрет, что творческий потенциал требует существенных финансовых вливаний даже на участие в каких-то конкурсах. Это первая часть. Платформа «Поколение М» дает возможность, находясь у себя в городе, и, как мы говорили на прослушивании ребятам, что даже не выходя из своей квартиры, получать все те возможности, которые есть у любого ребенка нашей страны. А вторая часть – это развитие социальных навыков у наших ребят, участников этого творческой, вот этой благотворительной платформы. Потому что ребята за любую активность на нашем сайте, за размещение своих материалов, за пост, за участие в конкурсах получают баллы. Компания МТС конвертирует эти баллы в рубли и дальше направляет их на лечение детей. Вот на средства наших ребят, участников «Поколения М» проведено 57 операций больным детям. Это так, чтобы было понятно, порядка 18 миллионов рублей они заработали. Это вот за вот эти лайки? Да, за свое творческое участие. Компания МТС конвертирует их, и ребенок может отслеживать на нашем сайте, на что были направлены его баллы, средства, и видеть реальное свое участие в здоровье ребят, которые в этом нуждаются. Богдан, за тебя много лайков поставили? Думаю, мне хватит. Богдан у нас участник, да, онлайн-прослушивание в ГИТИС. Богдан, скажи, давай вот к тебе обратимся. Страшно было? Волновался? Страшно не было, но волновался. Что ты читал? Пел, читал, не знаю, каким был репертуар? Я читал Майковского, скрипка и немножко нервно. Пел песню, сочиненную моим отрядом студенческим, педагогическим. Я читал Григория Горина, прозу, и басню Михалкова «Лев и Рыльк» рассказывал. Но мне, как сказала Екатерина Николаева, этого было не совсем достаточно. Тогда я прочитал Есенина, которого совсем не готовил. И Есенин, вот он зажег. Не видать конца и края, Только синь сосёт глаза. Как захожий богомолец я смотрю твои поля, А у низеньких околиц звонно чахнут тополя. Екатерина Николаева, давай объясним, кто это? Это преподаватель ГИТИСа на актёрском факультете, который набирает курс абитуриентов. Я прослушивался у неё. И хочу очень к ней попасть. Если у вас есть разный материал, Если его много, Это говорит о том, что вы готовились серьёзно. Это говорит о том, что вы готовились, И отношения у вас к этой профессии серьёзные. К этому конкурсу вы готовились, Проходили по-взрослому. Как у вас складывалось общение? Каким образом? Она была очень заряженная, приветливая и очень простая. Мне было легко с ней общаться. Было ощущение, что я действительно стою сейчас перед ней, как перед вами. И у нас такое настоящее живое общение. Поэтому, может быть, из-за этого не было страшно. Просто волновался. Мне кажется, это ещё и, наверное, эффект действительно живого общения. Ведь онлайн же всё происходило. Да, действительно. Это невероятный опыт. Спасибо большое и компании МТС, и ГИТИСу за такую возможность. Это действительно очень помогло мне и сейчас. А как ты думаешь, вот ты молодой человек, молодое поколение, поколение М, да, скажем так, и тебе проще онлайн было бы поступать, ну, не поступать, проходить прослушивание, или же действительно выступать вживую перед преподавателями? Наверное, само выступление как-то, может быть, не имеет значения, как выступать. Я ещё не пробовал лично, но возможность выступать онлайн без приезда в Москву, без поиска жилья, без огромных затрат. Это действительно очень классно, круто, и я очень благодарен за такую возможность. Мне кажется, что это такой вот очень полезный опыт. Ещё, Юля, хочу сказать, что немножко была фора для наших ребят, потому что Елена действительно им давала время полностью отыграть свои заготовки, которые они готовили, потому что в реальной жизни, по рассказам, вот она до начала прослушиваний провела, по-моему, полуторачасовой мастер-класс, рассказывала, как всё будет строиться, как выглядит. Но вот в реальной жизни у абитуриента есть 2-3 минуты, когда он должен заинтересовать комиссию, да, чем-то зацепить, чтобы его дальше стали слушать. Вот у наших ребят в онлайне была немножко фора, потому что, в принципе, всем дали возможность реализоваться и давали скидку на вот всё-таки какой-то там нестандартный вариант презентации. 200 ребят, да, от нашего региона? 200 ребят, участники были Владивосток, Уссуриск, Артём, Находка, Дальний Реченск, Арсеньев, Хабаровск, Биробиджан, Благовещенск, ещё ряд регионов. В общей сложности посмотрели порядка 500 презентаций с разными номерами. Вот Богдана погоняли как следует, там по всему репертуару. Ну вот около 200 ребят за 2 дня было прослушивание. Богдан, как тебя погоняли? Расскажи. Я рассказал, что я сначала читал одну программу, спел, а потом Екатерина, во-первых, попросила меня встать, там повернуться, посмотрела на рост мне в профиль и сказала, что, может быть, я прочитаю Есенина, его уже в школе проходят, она, может, меня почувствовала, что я люблю его, Есенина. И после, вот, наверное, прошло минут 7 или 8, я прочитал Есенина, и вот тогда она сказала, что вот она видит меня, и мы с ней поговорили о том, готов ли я идти дальше. То есть Есенина ты не готовил совсем? Ну да, я его просто так читал, услышал, я зачастую стихи подбираю, услышал от кого-нибудь, мне очень понравилось, и я решил сам попробовать, вот, и просто люблю Есенина, сам для себя читаю. А сколько всего ребят прошли в итоге вот эти прослушивания? В общей сложности 8 человек, о которых вот мы сейчас знаем, да, из всей воронки 200, да, мы с вами проговорили, вот 8 человек, которым рекомендовали дальше идти на следующий этап, но конкурсы продолжаются сейчас в центральной полосе России, и будут еще отбирать ребят в онлайне. Ну, из наших вот 8 звездочек есть, и Богдан в том числе. Богдан, а ты какую-то конкуренцию чувствовал? Чувствовал. Знал, что надо через себя перепрыгнуть, прыгнуть выше головы, чтобы показать, какой я есть. Потому что мне кажется, что на прослушиваниях самое главное не кичиться, какой я классный и крутой, а больше показать, что у меня вот тут внутри. Ну, главное, проблем со связью не было. Нет, у меня не было. Это главное. Вообще ребята очень талантливые, открытые. Меня прям каждый раз при общении с новым поколением, вот меня приятно удивляет, насколько они готовы к открытому диалогу, не стесняясь, без каких-то вот лишних барьеров, дистанций. То есть они совершенно спокойно, очень вежливо, очень воспитано, да, но общаются совершенно на одном языке. И Екатерина дала возможность задать большое количество вопросов, и ребята совершенно спокойно, открыто задавали вопросы, все их интересующие, шквал просто вопросов. Евгения, мне кажется, вы за них так переживаете, буквально вот как за своих, или как, знаете, за своих учеников, я бы даже, наверное, так сказала, следите как-то за судьбой. — Обязательно. Мы всех своих выпускников с региона наблюдаем, следим за их творческим развитием. Мы проводили уже несколько конкурсов, несколько направлений. У нас есть фэшн-направление. Лиза Слепышева, она в прошлом году выиграла, заняла первое место в этом направлении, то есть прошла региональный наш отбор, в нем победила, потом выиграла первое место по России. И мы отправили ее на стажировку в творческий дом Юлии Далакян. Она там стажировалась и принимала участие в неделе моды Mercedes-Benz. Невероятно этим гордимся. В этом году она также принимает участие в следующем нашем проекте по городу будущего, которую мы там совместно с ребятами визионируем, так скажем, развитие. И она вот также заявляется в направлении фэшн. Очень творческая девочка, интересные работы. Кому любопытно, зайдите, посмотрите. Очень нестандартный взгляд на свое направление. Также в этом году у нас была участница и финалистка в фотоконкурсе. Вот сейчас будем за Богданом наблюдать. Очень надеемся, что хороший старт получил и дальше ярко себя проявит. Мне кажется, если его отметили уже на таком уровне, тем более на уровне онлайн прослушивания, мне кажется, дальше все уже должно быть хорошо у Богдана. Наверное, я посмотрю. Да, потенциал точно есть. И ребят очень много. И на самом деле важно, наверное, что хочется отметить, что прошел ты онлайн, попал ты 8 человек или не попал, это не значит, что это не то, чем ты хочешь заниматься и что тебе там надо расстроиться и перестать. В любой профессии есть и успехи, и есть неуспехи, да. И все они дают возможность для дальнейшего развития потенциала. Поэтому совершенно точно, во-первых, ГИТИС не единственный вуз. Это раз. Во-вторых, точно совершенно можно развиваться, продолжать в этом направлении, если ты чувствуешь себе актерское начало, и ты хочешь продолжать в этой части развиваться. Пожалуйста, все возможности сейчас есть. Мастерские продолжают работать, продолжают набирать себе ребят. Поэтому и наш проект «Поколение М» – один из инструментов всего лишь, который позволяет не опускать руки и продолжать развиваться. Я думаю, надо, наверное, немножечко объяснить, да, проект «Поколение М». Сегодня мы говорим, в частности, про онлайн-прослушивание в ГИТИС, но это не только прослушивание в ГИТИС, это широкая площадка для творчества, для творчества молодежи. Что сюда входит, чем уже занимались, что еще, возможно, планируется? Направлений, безусловно, очень много. Кроме того, нет ограничений, ты можешь сразу несколько пробовать направлений. Не обязательно ты должен в одном направлении зарегистрироваться, и все. По сути, это сайт «Поколение МТС.ру», на котором ребята регистрируются. Возрастная группа от младшего школьного возраста до студенчества, и даже во время студенчества многие ребята принимают участие в более серьезных таких направлениях. И те опции, которые ты можешь там себе развить, или в которых ты можешь потренироваться, это на самом деле миллион возможностей. Мультфильмы, пение, режиссура, робототехника. То есть практически все. Художественные галереи. То есть если у тебя есть творческий потенциал, тебе это интересно, неважно, это технический потенциал, либо это совсем там творческое, гуманитарное направление, во всех этих вещах ты можешь принимать участие. Как минимум, ты можешь посмотреть мастерские от признанных мэтров. Потому что там действительно ведут профессионалы, лидеры отраслей своих, они ведут мастер-классы для ребят, участников. Сейчас мы идем на небольшую рекламу, после чего вернемся и продолжим. В эфире программа «Время говорить» и сегодня ее ведущая я, Юлия Рокотская. Тема нашего эфира «ГИТИС онлайн и другие возможности проекта «Поколение М». И мы продолжаем. Я напоминаю, у нас в гостях директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева и победитель проекта «Поколение М» мастерская «ГИТИС онлайн» Богдан Боболев. Богдан, мы остановились на тебе. И вопрос такой. Почему ты решил поступать в ГИТИС и почему решил проходить прослушивание онлайн? Это, в общем, долгая история. Я никогда не хотел быть актером, у меня не было даже таких мыслей. Просто после работы вожатым в лагере в детском я понял, что мне нравится организовывать, что-то придумывать, играть на сцене очень нравится. Начиная там от пения, заканчивая танцами, игрой в театр, в театре. И вот эта вот площадка вся для развития творческой, она вот сподвигла меня на то, чтобы выбрать именно эту профессию. Актер, режиссер. А про онлайн-прослушивание я узнал случайно совершенно. Мне знакомо я присылал на почту о том, что есть такая возможность. МТС и ГИТИС проводят онлайн просто прослушивание. Я был очень удивлен и подумал, что нужно хватать быстро удачу за хвост и участвовать в этом мероприятии, и пробовать себя, и узнать, на самом деле подхожу я вообще в эту профессию, могу ли я в ней священнодействовать, быть в ней, жить. То есть онлайн-прослушивания стали для тебя таким вот стартом, да? Да. А если бы их не было? Если бы их не было, я бы продолжил просто готовиться и думать о том, когда же мне всё-таки подавать документы доочных прослушиваний, когда записываться. Вот так. Но была бы большая неясность, наверное, если бы не ГИТИС. То есть вот таким вот образом, да, дети воплощают свои мечты какие-то в жизнь, получается. Поступление всегда стресс для родителей, для детей. Выбор правильно сделанный, неправильно сделанный. И с учётом нашей территориальной удалённости, поступление в московские вузы, питерские вузы, это ещё дополнительный стресс, потому что ты должен понимать, что это финансовая нагрузка, дополнительная ответственность. А в этом году так в три раза больше, да, потому что нет понимания, когда откроются, будут ли очные, в каком формате, когда мы сможем спокойно авиаперелётами пользоваться. Поэтому, конечно, возможность на первом этапе снизить риски, барьеры, это очень важно. Очень рада, что мы помогли ребятам, таким как Богдан, самоопределиться, утвердиться в правильности своего выбора, чтобы сделать следующий шаг. Ведь многие просто могли отказаться, например, в рамках того, что сейчас закрытый авиаперелёт, просто отказаться от мечты. То есть получилось ещё и так, что проект вот в этом году, он ещё и на страже здоровья стоит наших детей. Да, точно, мы так не думали, но да. Нашего подрастающего поколения, да, потому что, это, представляете, им прилететь, пройти карантин. А так дома, в собственной квартире, на самоизоляции, спокойнее гораздо. Богдан, о чём сейчас мечты? Мечты у меня поступить в какой-нибудь из вузов, желательно на режиссуру, на актёрское мастерство, выпуститься, пробиться, стать успешным в Москве, вернуться в Владивосток, завести семью и жить себе счастливо. Вот так вот. То есть наши таланты, они к нам возвращаться будут? Ну, очень хотелось бы мне остаться верным своим вот этим принципам, вернуться сюда. Ты можешь нас порадовать и показать нам что-нибудь из того, что ты продемонстрировал преподавателям? Да, могу, могу что-нибудь новое. Вот, могу спеть. Я пою, правда, не так, чтобы очень, но когда люблю, что пою, то получается неплохо. Что ты будешь петь? Буду петь песню из мультика «Князь Владимир. Может, знает лес». Лесы, поля, горы, реки и моря, «Даже небо и земля. Это ты, это я». Лесы, поля, горы, реки и моря, «Даже небо и земля». Лесы, поля, горы, реки и моря, «Даже небо и земля». «Может, ведает река силу в облаках?» «Или просто вновь родилась любовь?» «И откуда, как весна, к нам пришла она?» Упал небес, полон тайны чудес, Полон бездны и огня для тебя, для меня. Полот и зной, и движение, и покой, Как снежинки и цветы. «Это я, это ты». «Может, знает лес выстоту небес?» «Может, ведает река силу в облаках?» «Или просто вновь родилась любовь?» «И откуда, как весна, к нам пришла она?» «Может, знает лес чистоту небес?» «Может, ведает река силу в облаках?» «Или просто вновь родилась любовь?» «И откуда, как весна, к нам пришла она?» «Вернёмся к Богдану. Богдан, для тебя онлайн прослушивание в ГИТИС — это возможность уже поступить или это такой шажок пока ещё?» «Я думаю, это больше шажок, потому что конкурс огромный, первый этап — это только один из ещё многих-многих этапов для того, чтобы пробиться. Но это такой мотивирующий эффект очень большой для того, чтобы трудиться больше, узнавать больше, читать больше, репетировать. Поэтому это просто такой вот старт, такая площадка для того, чтобы становиться лучше дальше». На самом деле прошли, да, 200 человек, 200 ребят, всё это прослушивание, и я предлагаю посмотреть, как это было. «Дорога шла вокруг Горына с Личной. Внизу под ней протекал кедро». «Что я могу ещё сказать? Теперь я знаю в вашей воле меня презрением наказать». «За мучения, за гибель я знаю всё равно. Принимаю тебя». «Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом, здесь чистое мучить питьё моё с песком и сылом. Задерзись такову, я голову с тебя сорву». «Арбуз, что из земли, тяну, нещадно, соки, что более других, лежал на солнцепёке и вырос до такой величины, что остальные ковны с ним оказались неравны». Евгения, Богдан у нас продемонстрировал свои таланты. Другие ребята тоже уже зажгли звёздочки. что испытываете? Вы, как участник всего этого, как организатор всего этого, тот человек, который, ну, обеспечивает, да, ребятам вот такой вот старт, что при этом ощущаете? «Гордость, безусловно. Конечно, меня очень радует то, что наши ребята так ярко проявляются, проявляются на страновом уровне, и ещё больше меня радует то, что, в принципе, все наши финалисты связывают свою дальнейшую судьбу всё-таки с Приморским краем. Мы всегда говорим о том, что мы бы хотели, чтобы ребята возвращались сюда и делали наш край лучше и с творческой точки зрения. Поэтому мне кажется, что сейчас есть абсолютно все возможности, и мы прикладываем к этому определённые усилия и будем продолжать это делать. Поэтому, конечно, мне очень хочется, чтобы не стеснялись, заходили, регистрировались, пробовали себя. Мы чем сможем, поможем. Проект будет продолжаться? Проект обязательно будет продолжаться. Мы думаем над расширением потенциальных направлений интересных, вы знаете, что у нас край очень силён с точки зрения роботостроения, поэтому мы партнёримся с нашим центром робототехники. Это направление будем продолжать развивать, наших инженерных ребят поддерживать. Ну и, безусловно, всё, что касается творчества, реализации федеральных проектов по развитию музейного комплекса и так далее, мы всё абсолютно поддерживаем, всегда участвуем во всех этих проектах. Для нас важно, чтобы наш регион продолжал развиваться, был привлекательным и привлекательным прежде всего для молодого поколения, чтобы они видели потенциал, который они бы могли здесь реализовать. Это, конечно, очень интересно. Хочется сказать вам просто спасибо за такие вещи, потому что действительно хочется, чтобы наши талантливые ребята возвращались к нам, оставались с нами, но при этом имели возможности двигаться, развиваться, становиться лучше. И это проект «Поколение М», это прекрасная площадка. Богдан, тебе хочется пожелать дальнейших успехов и чтобы онлайн-прослушивания запомнились надолго и стали именно тем стартом в твою взрослую и творческую и профессиональную жизнь. Спасибо. Я напоминаю, это программа «Время говорить». У талантливых приморских ребят еще есть один шанс показать свое мастерство актера и впечатлить педагогов ГИТИСа. До 30 июня можно пройти предварительное онлайн-прослушивание на сайте поколения.мтс.ру. Нужно записать видео с собственным исполнением песни, басни, отрывка из прозы и поэзии и загрузить на сайт. Самому артистичному будет зачтено прохождение первого этапа творческого испытания. Кроме того, победителя ждет экскурсия по крупнейшему театральному вузу и посещение спектакля учеников и выпускников ГИТИСа. Евгения, Богдан, спасибо вам за беседу и я думаю, что еще до новых встреч. Спасибо. Это была программа «Время говорить» и сегодня мы обсуждали поступление в ГИТИС онлайн и другие возможности проекта «Поколение М». В студии работала Юля Ракотская. Увидимся на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова